Я, конечно, хочу в первую очередь поблагодарить организаторов конференции за приглашение, за возможность участия в таком мероприятии и, пользуясь случаем, поздравить первую клиническую онкологическую больницу с юбилеем, пожелать вам успехов в таком значимом труде и нелегком труде и поблагодарить за наше сотрудничество. Мой доклад посвящен результатам реализации проекта по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи, включая меланому. Одним из ведущих в национальном проекте здравоохранения на 2018-2024 годы является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Здесь уже неоднократно говорилось предыдущими спикерами, что злокачественное новообразование кожи является ведущей причиной заболеваемости злокачественными новообразованиями всех локализаций и по состоянию на начало 2020 года составляет 15,2% ее структуры. И небольшое неприметное новообразование на коже пациента может оказаться одной из самых агрессивных злокачественных опухолей человека – меланомой, которая обладает способностью к быстрому росту и высоким потенциалом метастазирования. Заболеваемость злокачественными новообразованиями кожи продолжает из года в год расти. Данные ранее здесь уже приводились, что за 10-летний период времени с 2009 по 2019 годы заболеваемость злокачественными новообразованиями кожи без меланомы в России выросла более чем на 31%, и заболеваемость меланомой кожи выросла более чем на 40%. И вместе с тем мы знаем, что основным мероприятием по снижению смертности о злокачественных новообразований кожи, и прежде всего меланомы, является активное раннее выявление данной патологии. В 2018 году в Московском центре дерматовенерологии и косметологии была разработана и внедрена первая в Российской Федерации программа ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований кожи, включая меланому. На правой части слайда вы видите дорожную карту этого проекта. Она состоит из пяти этапов. На первом этапе осуществлялась разработка нормативно-правовой документации. Далее была организована работа кабинетов профилактики злокачественных новообразований кожи, и Центра неинвазивной диагностики кожи был осуществлен запуск пилотного проекта в части дистанционного консультирования. На следующем этапе мы подвели промежуточные итоги реализации программы за первое полугодие 2019 года. Далее было осуществлено внедрение системы дистанционного консультирования во всех филиалах Центра. И на пятом этапе мы провели анализ результатов внедрения программы ранней диагностики и профилактики меланомы кожи в городе Москве, и были разработаны предложения по совершенствованию медицинской помощи пациентам с новообразованиями кожи. Таким образом, в Москве впервые создана комплексная система скрининга и верификации злокачественных новообразований кожи с помощью комплекса инновационных технологий с применением аппаратной фото- и видеодернотоскопии, высокочастотного ультразвукового сканирования кожи, метода люминесцентного сканирования и аппаратно-программного комплекса цифровой фотометрии «Мосдерма», о котором Николай Николаевич рассказывал ранее в своем докладе. Реализация программы осуществлялась при координации трех масштабных направлений работы. Это организационно-методическая деятельность, научная работа и образовательная деятельность. В рамках организационно-методической работы была разработана внутренняя нормативная документация Московского центра дерматовенерологии и косметологии. В частности, это приказ о создании и введении регистра пациентов с диагнозом меланоцитарный невус, разработанный и утвержденный в 2018 году, который позволяет осуществлять динамическое наблюдение за данной категорией пациентов. И также приказ центра о совершенствовании оказания специализированной медицинской помощи пациентам с новообразованиями кожи. В рамках научной деятельности совместно с Московским клиническим научным центром имени Логинова были разработаны методические рекомендации, тактика введения пациентов с факторами риска развития злокачественных новообразований кожи в практике дерматолога. Методические рекомендации утверждены Департаментом здравоохранения города Москвы. И в рамках образовательной деятельности на постоянной основе проходят образовательные вебинары по повышению квалификации врачей-дерматовенерологов по теме дерматонкологии, практические семинары и тематические научно-практические семинары углубленного содержания Академия дерматоскопии для врачей, осуществляющих прием пациентов в кабинетах профилактики злокачественного новообразования кожи. На данном слайде представлена схема взаимодействия в Московском центре дерматовенерологии и косметологии, о которой я сейчас расскажу более подробно. Первичный прием пациентов с новообразованиями кожи осуществляется в кабинетах профилактики злокачественных новообразований кожи, которые организованы в филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии. Это бывшие кожно-венерологические диспансеры, теперь это филиалы нашего центра, расположенные во всех административных округах города Москвы. Врач-дерматовенеролог кабинета осуществляет первичный прием пациентов, проводит дерматоскопическое обследование, устанавливает диагноз и определяет дальнейшую тактику ведения. В кабинетах проводится удаление доброкачественных новообразований кожи с использованием методов криодеструкции, радиоволновой хирургии, электрокоагуляции, хирургического исечения и лазерной деструкции. При необходимости мы имеем возможность осуществлять гистологическое или иммуногистохимическое исследование и в случае затруднения в постановке диагноза или определения тактики ведения врач-дерматовенеролог кабинета профилактики направляет пациента в Центр неинвазивной диагностики кожи. Гистологическое исследование осуществляется в собственной лаборатории патоморфологии Московского центра дерматовенерологии и косметологии, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием и позволяет нам верифицировать, проводить дифференциальную диагностику дерматологической патологии и, конечно же, новообразовании кожи. Здесь представлен обзорный снимок Центра неинвазивной диагностики кожи, который организован на базе головного подразделения Московского центра дерматовенерологии. Это отдел оказания специализированной медицинской помощи, улица Селезневская, дом 20. Здесь осуществляется прием пациентов, направленных специалистами Кабинета профилактики злокачественных новообразований кожи всех филиалов. То есть здесь координируются потоки всех пациентов с подозрением на злокачественное новообразование кожи. И немаловажным аспектом является то, что в Центре неинвазивной диагностики кожи ведут прием специалисты, имеющие колоссальный опыт не только клинической работы, но и научной деятельности. Центр оснащен полным набором высокотехнологичного оборудования. И здесь осуществляется персонифицированный подход к обследованию пациента. Проводится дерматоскопия, фотокартирование и люминесцентное сканирование кожных покровов, видеодерматоскопия с использованием аппарата PhotoFinder, составление карты и паспорта кожи и высокочастотное ультразвуковое сканирование кожи. При наличии убедительных данных, свидетельствующих о злокачественном новообразовании кожи, осуществляется маршрутизация пациента в соответствии с действующей нормативно-правовой документацией, утвержденной Департаментом здравоохранения Москвы. И в рамках договоров о сотрудничестве осуществляется маршрутизация пациенток непосредственно к онкологу, в частности в городскую клиническую онкологическую больницу номер один, в городскую клиническую больницу имени Боткина и в Московский клинический научный центр имени Логинова. На данном слайде мы видим структуру новообразований, выявленных врачами-дерматовенерологами кабинетов профилактики, то есть данные по Москве, по всем филиалам, за период 2019-2020 года. Вы видите, что за два года в кабинеты обратились без малого 200 тысяч человек. Значит, 198 961 пациент обратился к нам за два года. Лидирующие позиции, конечно же, занимают доброкачественное новообразование кожи. Это сиборейный кератоз, почти 30 тысяч случаев в 2020 году, и акрохардон, 23 309 пациентов с диагнозами меланоцитарный невус, далее в порядке снижения частоты дермонтофиброма гемангиома, 1187 пациентов с актиническим кератозом, кожный рог 395 случаев, кератокантома 160, и другие доброкачественные новообразования кожи объединены здесь в одну группу, потому что, конечно же, очень много нозологий, и все их показать невозможно. Здесь представлены сведения о деструкции новообразований в кабинетах профилактики. Конечно же, речь идет о доброкачественных новообразованиях кожи. Мы видим, что чаще всего применялся радиохирургический метод, 75% случаев. Далее, криодеструкция, 6591 случаи. Хирургический метод, лазерная деструкция и электрокоагуляция. Число пациентов, направленных в Центр неинвазивной диагностики, в связи с подозрением на злокачественное новообразование кожи в 2020 году, составило 5 327 человек. В 2019 году – 5 875. За период 2020 года специалистами Центра неинвазивной диагностики были выявлены 3201 случаи подозрения на злокачественное новообразование кожи. В том числе, 2071 случаи подозрения на базально-клеточный рак, 621 случаи подозрения на меланому. Мы видим, что в 2019 году – 408 случаев, то есть меньше, чем в 2020 году. И 433 случаи подозрения на плоскоклеточный рак. В 2019 году – 107. Все пациенты направлены к врачу-онкологу. И в рамках договоров о сотрудничестве, о которых я уже говорила, в 2020 году – 1552 пациента были направлены к врачу-онкологу клинической онкологической больницы номер 1. И 89 пациентов к врачу-онкологу клинической больницы имени Боткина. И здесь, конечно, немаловажным аспектом является то, что мы имеем возможность направлять пациента непосредственно к онкологу что снижает сроки ожидания специализированной медицинской помощи. И, конечно, это очень актуально для пациентов с меланомой кожи. То есть в том числе мы направляем пациентов с пометкой ЦИТО. То есть их принимают и обследуют быстро. Таким образом, за период 2019-2020 года отмечена тенденция к увеличению выявления врачами-дерматовенерологами случаев подозрения на злокачественное новообразование кожи, что свидетельствует об увеличении обращаемости профильных пациентов в кабинеты профилактики злокачественных новообразований кожи. Программа обеспечивает повышение эффективности выявления новообразований кожи злокачественной теологии, включая меланому на первой и второй стадиях, что предотвращает метастазирование опухолей и тем самым улучшает прогнозы качества жизни пациентов. Кроме того, осуществляется динамическое наблюдение за пациентами с выявленными нозологическими формами меланоцитарного невуса, характеризующимися различным уровнем риска озлокочисления. Кроме того, благодаря реализации программы происходит снижение расходов на лечебно-диагностические мероприятия за счет выявления заболевания на ранней стадии. Предупреждается инвалидизация и смертность от злокачественных новообразований кожи в городе Москве. Таким образом, хочется еще раз подчеркнуть, что раннее выявление злокачественных новообразований кожи является приоритетной задачей современного здравоохранения, как в России, так и в мире. И реализуемая в Московском центре дерматовенерологии и косметологии программа является масштабным медико-социальным проектом, который выполняет важнейшую роль по борьбе с онкологическими заболеваниями на территории города. Организационная модель, разработанная и внедренная в центре, имеет высокую социальную значимость. И в 2020 году отмечена премия правительства города Москвы в области медицины. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Ольга Олеговна.